Мои дорогие, всем привет! Вы как всегда на канале Пиратская жизнь. Ну что, в общем, дела домашние никто не отменял, даже если мужа не дома, нужно что-то делать, да. Я решила приготовить блины, я еще вчера приготовить хотела, заодно я хочу испытать мою новую супер-пупер лопатку для блинов. Вот, я ее специально покупала. Здесь у нас, кстати, есть такой, даже классная такая штучка. Вот она у нас, сейчас я вытащу, вот, это для блинов расширять. В общем, сейчас будем готовить блины и все попробуем, все испытали. Так, чтобы было не скучно, включу телек, посмотрим, что там показывают. Блины я хочу сделать заварные, сейчас, секундочку. Знаете, что-то сейчас сидела, песенку слушала. Жри, жри, опышечка. Та-та-ра-та-ра-та. Эта песенка, кстати, по-моему, Кабиди Клап или что-то такое. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. О, новости. Пускай у нас новости играет. Так, что нам покрыгается? Что мы будем делать? Из чего? Из чего? Так, возьмем, короче, вот такую вот мисочку. Кстати, хорошую мисочку я покупала в домовом за 69 рублей. Вот целая мисочка на 3 литра. Я думаю, будет отлично. Словите, вот иммунитет коллективный, туда-сюда. Так, нам надо 2 яйца. 2 яйца. Нам нужно, кстати, будет кипяток, мои дорогие. Видите, там новости играются. Я, кстати, как раз чайка скипятила, сейчас я вообще подогрею. Так, нам нужно 2 яйца. Берем 2 яйца. Вот, на нем, кстати, такие крупненькие. Хорошенькие. Так, раз и вот это вот. Или какой покрупнее? Хотя они, в принципе, должны быть все одинаковые. Хотя, знаете, вот берешь вот одно больше, другое меньше, да? Вроде как из одной партии. Непонятно, непонятно. Жри, жри, пышечка. Та-ра-та-ра-та. 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 Так, яйца. Не надо сейчас еще рыбу пожарить. Ого-от. Не забыть. Так, что водичку нас русские пила. Так, яички, яички мои. Так, будем использовать такую крошку. В общем, как мерный, мерный стаканчик. Так, что нам все нужно? Пол ложки соли, 3 ложки сахара. Вот. В прошлый раз я, кстати говоря, делала такие блины, подобный рецепт. Мне показалось, слишком много уже сахара. Поэтому я немножко поменьше добавлю. Так, пол ложечки соли. Шетверчиночку, можно сказать. Так, сахар. Сахар у меня вот такой вот крупный. Уточнее, он у меня корычневый. Корычневый, девочки. Там написано по рецепту 3 ложки, а я, наверное, положу 2. Ну, у меня они, в принципе, десертные. Вот, я 2 положу. Мне хватит. Потому что в прошлый раз я положила 3, и они были слишком сладкие. И они, прямо, знаете, краешки у них сохли. Потому что они были очень сладенькие. Так, что нам еще сюда нужно? Нам нужно сюда еще молоко-стакан. Молоко-стакан. У меня вот такое молоко-спаровское. 2,5 градуса. Понимаешь ли? Так. Сейчас будет мерная кружечка. Что-то хотела сначала, знаете, с помощью мерного стакана. А потом подумала, а зачем? Если тут стакан муки, стакан молока, стакан кипятка. По сути, можно использовать вот эти, как мерные стаканы. Хотя, наверное, в такой кружке грамм 300, да? Как думаете? Грамм 300. Где-то так. Ну, я думаю, как раз вот будет достаточно, да? Мы сейчас сюда взбиваем. Так. Хорошим молочком. Так, забьем. Я взбивать буду вот таким вот венчиком. Кстати, я в последний раз делала вот венчиком. Мне даже больше понравилось, чем, знаете, брать эти... Блендер. Он лучше получается. И, кстати, смотрите, у меня молоко такое коричневое получается, из-за того, что у меня сахар коричневый. Здорово. Здорово, здорово. Так. Теперь нам нужно муку сюда добавить. Так. Муки надо. Муки, муки, девочки. У меня как раз еще мука пойдет на рыбку. Сейчас я тесто сделаю, дам немножечко постоять. Отдохнуть, скажем так. Получается, как блинчики, знаете, как на молоке и на воде. Причем с кипятком. Удивительно. Но пахнет. Получается, кстати, классно. Я уже как-то их делала, мне понравилось. По-моему, это лучший рецепт из тех, которых я делала. Потому что я делала на кефире. Я делала такие, я делала всякие. Но вот это, по-моему, самое такое эластичное. Они прям тонкие получаются. Муку добавила. Я вообще там нужно просеять. Я вот, наверное, через эту фигню просею. Руки заняты. Рот, как говорится, лучший способ. Так. По чуть-чуть. Делаем вот так вот, смотрите. Делаем тремор рук. Забавно. Где-то я слышала, что так делаю для того, чтобы убрать из муки всякую гадость. Плюс мука насыщается кислородом. Я уж не знаю, так это или не так. Кто знает точно, подскажите, посоветуйте. Нафига это делать? Ну уж как требует, я так и сделаю. Тем более, это не сложно. Тем более, это не сложно. Не сложно, девочки, не сложно. Сейчас ты сидела, комментарий отвечала. У нас там есть одна девочка. Ее зовут Кира. Кира Эм. Да-да-да. Она постоянно нам пишет гадкие комментарии. Да-да-да. И вот что-то я с ней разговаривала. И она говорит, что она беременна. Она сидит дома, нам пишет, строчит комментарии. Знаете, мне кажется, очень странно, когда человек беременна в хорошем положении. И такие гадости пишут. Я прям удивилась. 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 Чтобы она родила здорового ребенка. Вот как она сказала, как я поняла, сын у нее. Молодец. Я тебя поздравляю. Надеюсь, когда-нибудь у меня тоже появится сыночек. Сыночек. Так, вот у нас тесто вот такое. Как густое. Но мы сейчас сюда добавим кипяточка. Из нашего воды. Кстати, нормально получается. Так, твинчиком. Раз-раз-раз-раз. Неплохо. И, в принципе, я думала, что когда вот так твинчиком делаю, получается как комочки. Не, нормально. Нормально. Так. Ну, тесто у нас пока еще густоватенькое. Но нам сейчас еще пойдет соки. Кипяточек. Кипяточек, кипяточек, кипяточек. Кипя-кипя-кипя-кипя-кипяток. Вот, прям вот наш стаканчик. Так, все. Кипяток. Кипяток, девочки, пошел. Вот. Все. И перемешиваем быстренько. Раз-раз-раз-раз-раз. Так, еще сейчас у нас пойдет сюда, знаете, в чем? У нас сюда еще сейчас пойдет масло подсолнечное. Сразу. Всего-то 2 яйца. И получается, как это? Самый простой рецепт. Стакан муки, стакан молока, стакан кипятка. Две ложки сахара. Но это вот лично мое. По рецепту там 3. Вот. Мне кажется, как-то многовато. Хорошее тесто у нас получается. И немножечко маслечка. Ну, масло там 3 ложки, но я его на глаз добавлю. Где-то так. Раз-два-три-четыре. Нем-нем-нем-нем-нем-нем-нем-нем-нем. Добиваю его. Смотрите, вот такое вот у меня тесто получилось. Кстати, очень удобно получается вот в этой мисочке. Шикардосик. Шикардосик. Давно мы, кстати, не делали с вами блинов. Оно, кстати, такое жидковатенькое получается, но нормальное. Я в прошлый раз тоже боялась, думала, ой, почему оно такое жидкое. Нет, хорошо. Сейчас он немножко постоит, подумает. Устаканится. Ну, хорошо. Но сюда не идет никакая, знаете, этот... Кто-то еще там добавляет... Какой он? Соду, там, кефир. Чтобы они были такие. Ну, сюда не надо. Все. Все. Все тесто, пускай у нас пока остывает. Ну, в смысле, остывает, настаивается. Весна идет в весеннем дорогу. Так, все. Пока тесто у нас настаивается. Ну, здесь, наверное, получится, ну, штук 15-16 блинов. Где-то так. Так, а я пока поставлю жариться рыбу. Мои дорогие, рыбу, потому что я ее как раз разморозила. Вот. Жарить мы на сковороде. У меня этот... Мянтай. Кстати, сума любится, так неосторожно. Так, надо сразу муку насыпать и убрать. Муку я буду смешивать с солью и перцем. Сейчас мы в муку нашу рыбку и обжаривать. Так, вот, сколько мне хватит. Девчонки, а у нас много тех, кто у нас беременные, а? Вот напишите в комментариях, мне просто интересно. Так, кого ждете? Какое имя планируете? Как назвать хотите? Я вот надеюсь, у меня тоже когда-нибудь судьба вознаградит и тоже пошлет мне сыночка или дочку. Как говорится, с четыре сыночка и лапочка-дочка. Ну, вот видите, пока что к паваленью, к паваленью не получается. Но я верю, что когда-нибудь у нас с Воланой все будет. Кстати, восхищаю события насчет того, что похудеете и прочее. Знаете, у меня куча примеров, когда многие полные девушки тоже рождали детей. И здоровых, и все было хорошо. По сути, это, конечно, важно похудеть, но это не от этого тоже зависит. И очень много, кстати говоря, примеров, когда худые девушки тоже не могут, знаете, родить ребенка. А там на что пенять будете? Навес, ненавес, непонятно. Так, муку я уже, видите, помолола этого перчика. Добавим соли. Так, сейчас мы это все дело перемешаем. Да вообще, на счет, вы знаете, детей, хочу сказать так, ну, не всем же, так сказать, иметь детей, да, ну, не все имеют. Я раньше, конечно, к этому делу прям относилась очень так трепетно, очень прям, знаете, ой, хотела, хотела ребенка. А потом, когда появился Вова, когда мы стали жить с отцом, я просто поняла, что все это время мне просто не хватало семьи. Мне не хватало, так сказать, человека, о ком заботиться, да. И вот, и когда был жив отец, мне было очень приятно о нем заботиться, было хорошо. Вот, ну, Вован, сейчас вся моя забота перекинулась на Вована. Вот, ну, я очень надеюсь, конечно, мы когда-нибудь все-таки получится у нас. И, девчонки, если у вас тоже какие-нибудь проблемы там или еще что-то, тоже не переживайте. Как мне, знаете, мне много-много историй писали, что когда ты отпускаешь ситуацию, вот, когда ты, грубо говоря, про это не думаешь, у тебя все происходит. А где у меня блюда большие? Я потеряла его. Куда я его делаю? А, я поняла. Вспомнила, вспомнила, вспомнила. Так, вот у нас такая вот рыбка. Это у нас рыбное дело. Это у нас здесь мянтай. Сейчас мы его как порыжим, как порыжим и зажарим прям сильно-сильно так зажарим. Так, надо все убрать. Не люблю, когда стоит посуда, мешается. Сейчас мы это все уберем, чтобы не мешалось. Вот. Ну, короче, вот это вот фигня, девчонки. Вот фигня, вот честно. Ну, не повторяйте моих ошибок. Не покупайте такую хрень. Я еще, конечно, дам ему шанс, попробую еще как-нибудь сделать. Но я не в восторге. Скажем так. Скажем, дружно нужно. Так. Так, убираем. Пока не надо. Этот ножик нам еще пригодится. Сейчас надо помыть его. Я знаю точно, невозможно, невозможно. Кстати, с ума влюбиться так неосторожно. Так, давайте я с собой возьму. Слушайте, какой-то он этот. Вроде как нормальный, но сейчас посмотрим. Что у нас за рыба такая? Ну, здесь надо будет. Ой, он не потрошенный. Он не потрошенный, девоньки. Так. Ух, как от него воняет всякой физикой. Так. Так. Так, подрежем ему плавнички. Чего-то так давно мне хотела знать о ментая. Да и мы тогда были в магазине, я купила. Надеюсь, будет вкусно. Так. Чего-то он не потрошенный. Я так надеюсь, он будет потрошенный. Он просто мороженый. Так. 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 Так, это... Так. Я ведь только с мороженым, да? Ой, сколько у него внутри всякой плависти. Так. Так, секунду. Надо это дело подрезать. Мы это сейчас все ножичком срежем. Да. Чтобы вам потом не выпендривался. Я это не ем, я не кузель. Так. Лавники сразу подрезаем. Хотела просто порезать рыбу. Оказывается, мне приходится обрабатывать, да? Подстава. Какая-то? Ножичек. Проверяем внутренности. Так. Вы видите, сколько гадостей всякой. Так, это надо дело вырезать. Это нам не надо. Ой. Это нам не нужно. Скажем, нафиг нужно. О, раз и все. помыли чистота порядок красота а ментай кстати говоря очень вкусная рыба тот его чисто кошкам покупает мне нравится хорошая рыбка пока выключу так на хвостик не нужен не режет них не режете не режете так вот маленький кусочек так метр помогает вот этот лучше вот этот нож в ванна пошел процесс пошел процесс хорошие кусочки кусок ну и пополам сковородочку сейчас все это дело обжарим в кляре будет вкусно и приятно так на вторую рыбку вам сейчас быстренько доделаю и покушать все у меня все готово рыбу я обработала порезал на порционные кусочки так сейчас мы будем жарить зажигаем огонечек наливаем маслечко послая старым она еще пригодится так она здесь пока греется а я потихоньку буду выкладывать нашу рыбушку рыбушку такая вот нас рыбушка мы сейчас аккуратненько и заваляем в муке солью с перчиком хорошенечко чтобы везде попал будет у нас классная классная рыба зажаренная тысячу лет стать такой рыбы не ела что-то я увидела ментами так захотелось так захотелось еще прям вообще кто там шикует такой рыбы кормит только кошек эти судя по цене это рыба не такая же она и дешевая кстати говоря котлеты рыбным словом из ментая делают вот такие дороги вернемся с нашим барану насчет детей было у меня такое время когда я даже знаете в подушку плакала любила очень хотела ребенка вот и действительно промзайте на стенку бросалась была готова даже родить ребенка одна вот без мужа так сказать как я говорил что лишь бы лишь бы родился но на самом деле мне кажется это эгоизм рожать ребенка от того чтобы просто был для себя вот ребенка нужно рожать мне кажется все таки в любви только в любви рождаются хорошие дети уже у нас бурлит все кипит и так же рыбка схватываться мы быстренько что сам заболталась заболталась поменьше надо мне тут булькать очень надешево вам будет есть рыба я у меня особо любитель конечно мне прям так захотелось жареная рыба по всем сторонам я ее конечно муки что-то я переборщила много наложила много не мало муку то можно еще купить скоро у нас кстати говоря всякие праздники начнут там нужно будет и блины и печи куличи у меня там кстати смотрел на еще в прошлого года остались эти куличи формочки для куличей мы с вами так готовим что-то масса ничего не получились но я надеюсь в этот раз у нас получится может быть даже будем делать посмотрим изъявит ли вам желание готовить куличи стать как считается лучше готовить куличи либо все-таки купить готовы потому что сейчас магазинах такой огромный выбор такое разнообразие и вот задумаешься готовить и готовить начинает она мне кажется лет так через двадцать мы вообще прекратим готовить все что можно потому что все можно будет купить только успевай заработать почти все у меня два хвостика хвостиков тоже есть мясо так и я тоже буду жарить с двух рыбок целая сковорода получилась вот так вот это здорово это здорово я тут пока посуду был умел что вся рыба практически готова сейчас я нам перевернуем вот красота красота рыбушка огонь переворачиваем ватника горяченькая хорошая запах огонь запах отлично вы горячо шикардов румяненькая такая хорошая получается целая-целая сковородка рыбы рыба у нас почти готова я ее отставляю под крышечкой доготавливается а я сейчас буду жарить блины тесто у нас уже настоялась почти готова любимейшая сковородочка вот она моя прелесть ручка ручка нам пригодится разогревается то что приступаем к нашим блинам рыбу меня уже почти готова так чуть-чуть я добавлю на первый блин маслечко немножко я еще кстати 10 раза разогрела буквально немножко масла сливочного буду смазывать наши блинчики так наш не стоялось будем сейчас пробовать его жарить сковородочка ну первый блин у меня бывает комом так что это не страшно практически разогрелась все мои гаджеты для блинов готовы будем как говорится пробовать у с богом девочки с богом надеюсь первый блин год нормально наливом это мало властенько первый под папа потолще сделать вот жидковатая конечно вот такой гаджет так пробуем 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 первый раз как это лопатками кажется нужно это пристроиться одесса получится так у меня готова и только ты рыба моей мечты только ты только ты я уже два раза переворачиваю чтоб со всех сторон обжарилась вроде вроде как у меня пока пока не надо так рыбу я выключаю она меня не смущал а здесь чуть-чуть огонь побольше так что будем пробовать приворачивать пока его рано ждем девочки ждем тут еще конечно масло мешается но ну пока мешается без него пока не как по краям по краям по краям наш блинчик пока еще с кружей стороны к нему подлезь на девочки все длинная лопатка неудобно ну ладно 1 блин кому как я и говорила пусть и муки не хватает клейкости не хватает надо немножко муки добавить я прям чувствую не хватает щенки нет жидковатый добавила немножко муки по ощущениям мне кажется нужно проверить жарко хух открыл немножко окно душно все вроде у меня нету давайте пробовать 2 блин надеюсь он будет получше пузыряться неплохо 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 лопаточка не понимаю действовать честно не понимаю так в общем вот такой блин точном комом нет выше мы попробуем принципе по вкусу ничего так нормально так вот ведь уже пошел процесс так надо вы приворачивать огонь большой вот смотрите девочки вот вот она вот она вот первый блин кома второй того огонь так это я отложу числа попробую съесть значит я слишком много добавила теста вот такая красота хорошенький 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 пошел хорошенький огонь получается буквально там 30 секунд чуть маслица добавлю и будет хорошо так тихо 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 все блин у нас и нормальный давайте второй у нас блин пошел сейчас мы его смажем отлично все хорошо все а этот блинчик мы пока смажем маслечко девоньки будет вкусно и приятно все достаточно тоненькие получаются хорошие рецепта мы наладим все будет все будет замечательно и вот этот смазан смажем вот все потихоньку полегоньку начинаем как говорится разгоняться тесто кстати вот такие дела попробовать хочу вот этот твой первый который кома это на тесто сейчас хорошим принципе нормально хорошим по сахару хорошим сейчас краешков поделим еще не готово надо еще ко дню вот если у меня всегда первые блины всегда получается вот такие вот а потом когда расходишься там тихо 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 готов еще там пару сотен их на фигачить подлезть надо о девочки шикарно шикарно так я заслужила этот прекрасный вкусный блин я у себя еще масочком девочки я уже кушать хочу я уже кушать хочу что скрывать я потом все еще раз еще знаете найду рецепт сырные блины с этим с укропом я как-то видела не очень понравился хороший он просто не мог не получится мать какой красавец красавец просто красавец по-другому никак так что ножка пошел блинчик у нас новенького теста и вот сразу так тысяч тысяч в разных концы она здесь а мы вот это смажем качка немножечко у нас系 делаются 많이 нормально и это нормально блины красивые вкусные как говорится весна приди весна приди вкусняшки это ну все мои хороши буду пока потихоньку жарить потом покажу результат но рыбка у вас уже готова скажем так лопатки я уже приспособилась вот эта фигня пока вот не знаю как пользоваться как-то вот как-то вот так типа ставишь и вот так вот раздвигаешь но в принципе лопатка неплохая сюда удобно вот так подсовывать хорошо она достаточно такая большая лопаточка действенная вот вот этим и гадочным я еще потом как-нибудь разберусь кстати такие хорошенькие тонкие классные такие блинчики получаем сушить учета я разошлась по блинам я вот сделал еще пол порции вот у меня смотрите такая уже стопочка образовывается такие красота вкуснота сейчас один еще один съела классные получились просто шикарные просто шикарные очень такие нежные и замечательные потихоньку учусь работать своей новой лопаточкой принципе лопатка неплохая очень удобная и кстати говоря вот эта штучка я расправляю чтобы было ровненько ну что ребята вот такие блины шикарно нас получились смотрите я еще тут дожариваю немножко все я сейчас буду готовиться к мукбанку будем вечером с вами сейчас трескать блины у меня там еще много всяких вкусняшек так что увидимся на мукбанке всех жду всех целую пока